Здравствуйте! Я Лариса Бузеева в эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти свою любовь. Сегодня за нашу невесту будут бороться ждущий апокалипсиса Стас, современный пророк Алексей и уверенный в будущем Дмитрий. А невеста у нас Оксана. Давайте знакомиться. Я хочу встретить человека, с которым могла бы провести последний год как всю жизнь. И сегодня поддержать меня в этом пришли мои подруги Мадина и Маша. Оксана. 21 год. Чтобы привлечь к себе внимание любимого мужчины, на его глазах поцеловалась другим. Добилась своего, но отношения не сложились. Оксана была персональным тренером в фитнес-клубе, сейчас хочет сменить сферу деятельности. Учится в магистратуре. Боится, что 2012 год станет для Земли последним. Мечтает встретить конец света со своими родными и близкими. Оксане нужен человек, который поддержит ее стремление завести семью и детей до апокалипсиса. Он должен использовать остаток дней по максимуму или же вселить в нее уверенность в будущее. Ой, сколько несостыковок, боже мой. Василиса, для начала апокалипсис состоится. Ну, итак, сегодня 21 декабря 2011 года. Остался ровно год до того момента, как некоторые ожидают, что по календарю майя наступит конец вселенной. На самом деле, конечно, этого не произойдет. Более того, сами майя просто закончили 2012 годом свой календарь. Не написали дальше, можно так сказать. И все сочли это уже, ну, каким-то глобальным концом. Никакого парада планета, о котором пишут, не будет. И я, как астролог, об этом уверенно заявляю. В общем, это все такой, я бы сказала, раздутый миф. Мне показалось, что она капризная. Капризная? Да. Ну, красивой девушке положено быть немножко капризной. Смотрите, кроме красоты, еще должна быть преданность. Я же еще и верная, как говорится. Уж не знаю, я там звезды не вижу. Будет, не будет, готовиться не надо. Да, ну, я имею с точки зрения, что хотя бы на что-то успеть. Замуж выйти, может, еще ребеночка родить. Да, но вот только выбирать вам самой не придется. Будем брать того, кто согласится провести в своем последние дни. На самом деле страшно. Но вы как-то сами себе противоречите. Вы хотите ребенка, то есть, чтобы вам стало в 10 раз страшнее. Не только за себя уже, но и за маленького, которому вы дадите жизнь. Может, надеяться на то, что она выживет после апокалипсиса? Ну, кто-то в любом случае выживет. Я все-таки просто надеюсь на то, что не будет конца света, на самом деле. Но я очень этого боюсь. И ребенок – это то, как бы я хотела продолжить свою жизнь, если не будет конца света. Я поняла, что семья для меня – это сейчас самое главное. И, соответственно, последнее время, последние секунды, минуты я хочу провести только семью, поскольку у меня нет молодого человека. А мама, папа, братья, сестры, родня? Мама и папа, да. А как они к вас утешают? Как они относятся? Они вместе с вами ждут? Относится скидчески? Нет, они абсолютно в это не верят. Они меня не понимают, осуждают и говорят, что это полный бред, соответственно. Вы стали добрее к своим близким. А что так на вас повлияло? Что вы прочитали? Может быть, в фильме какие-то увидели? Я читала очень много про календарь Майя, который заканчивается именно 21 декабря 2012 года. И, конечно, предсказание Ванги, которая говорила, что наша Земля утонет в связи с тем, что большой космический объект ударится на нашу Землю, и вся вода, которая есть на Земле, она затопит сушу. К какому это времени сказала? И было ли это на самом деле? Она сказала, что это будет в первой половине 21 века. Ты слышала об этом? Нет, такого конкретно предсказания я не слышала. И как вот в такой красивой девушке может зародиться такие глупые мысли о конце года, о конце света? Я, в принципе, даже гоню от себя эти мысли, это грешно. Я в цирковь хожу. У меня дети, как я могу об этом думать, что я сделаю? Хотя Толстой, по-моему, сказал, великий, что твой жизнь прожит зря, если ты хотя бы один раз не задумался о смерти. То есть об этом нужно думать, потому что когда ты думаешь, что жизнь конечна, конечно же ты переосмысливаешь. Конечно же ты стараешься не совершать чего-то постыдного, гнусного и гадкого. А я, кстати, все больше пытаюсь узнать возможности себя, вообще узнать себя саму и мои возможности. Танцую, на всяких проектах участвую, хочу мир посмотреть. Но ты что, перед концом света ты хочешь сказать, ты это делаешь? Нет, а это, кстати, неплохо стимулирует. Написать 12-ю книгу. Вот хороший стимул, кстати. Вот представление христианства... Машину купила. Роза, в представлении христианства верующий должен быть, на самом деле, о Розе, потому что она пытается время от времени Библию нам с тобой процитировать, или Писание, или что-то еще. Вот в представлении христианства человек должен быть готов к смерти, к встрече с Всевышним, ну буквально в каждый момент своей жизни. В завещание написала? Но только готовность другого плана должна быть, готовность духовная, душевная. Ну конечно, когда ты пристанешь... А ты завещание написала? Сама говоришь, надо это делать, когда это? Надо теплыми руками, да. Но ты считаешь, что если всех коснется, то это завещание будет актуальным? Ну, пускай греет. Нужно быть проактивным, конечно. Конес света нету, никогда и не будет. Конечно. Ну и даже если будет конес света, мы об этом не узнаем. Надо жить. Оксана, а чего вы больше боитесь? Физической смерти или то, что, не дай бог, окажется так, что ваши близкие исчезнут, а вы будете продолжать в этом аду жить? Я думаю, что если исчезнет вся моя семья, все мои близкие, это для меня будет самое страшное. А как мыслите себе жизнь, начиная с 2013 года? Ну понятно, что все мы проживем эту точку. Вот как вы дальше свою жизнь видите за этим рубежом? Честно говоря, все мои мысли заняты только именно одной датой, концом света, поэтому я не думала, не планировала. А вы знаете, что вам сны снятся, о которых вы... Да, мне постоянно снятся сны, вот с определенной периодичностью, где-то последний, может быть, год-полгода, что земля развергается, и я туда падаю, падаю, падаю. А вот, кстати, есть теория, что погибнут, кстати, грешники, а праведники останутся. А вы к себе к какому числу, ну как бы, можете... За мной нет грехов, это точно. Ну что вы? Ну ты смелый заявление, я бы сказала так. А, поцелуй. Хорошо. А какие добродетели, благодетели у вас присутствуют? Может быть, вы помогаете какому-то из детских домов? Да. Может быть, помогаете бабушке-соседке? Я вот, когда переехала в Москву три месяца назад и начала задумываться о конце света, я поняла, что близких со мной нет, и я не могу в той полной мере заботиться о них, и я стала заниматься благотворительностью. Я волонтер благотворительного фонда. Оксаночка, вот все человечество любить, конечно, гораздо легче, чем помогать маме с папой, бабушке и дедушке, родной, вот своей семье. А для чего стоило уезжать, например? Может быть, этот год стоило прожить рядом с родителями и стать им большой радостью? Дело в том, что я хочу за этот год реализовать себя и помочь своим родителям. Финансово? Они нуждаются. Финансово, да, помочь, чтобы обеспечить все более лучшую жизнь, например, моей маме, чтобы они гордились мной, чтобы они знали, что у них выросла дочка достойная. Ну, по крайней мере, она уважает своих родителей, это для меня тоже очень важно. Вот я, знаете, о ком думаю, вот о тех людях, которые так же боятся и так же ждут этого конца света. Вот они сейчас наберут кредит, пустятся во все тяжкие, будут прожигать эту жизнь, а конца света, конечно же, не наступит, а кредит придется отдавать ему вот эти долги. А у вас... Вот для них это и будет конец света, да, когда все арестуют, отберут. Совершенно верно, лет на 10, да. А вам как это во все тяжкие-то? Нет, нет, я не такой азартный человек. Оксана очень осторожный человек, правда, не в том, что касается мужчин. Я знаю, откуда у вас вот это предчувствие. Изменения с вами, конечно, произойдут. В следующем году на все население планеты, можно так сказать, вот как раз на те самые экономику и политику будут действовать планеты Уран и Плутон, два тяжеловеса. И на некоторых из нас они будут действовать сильнее. Вот вы относитесь к тем категориям, у которых поменяется мировоззрение. Ну, у каждого человека произойдут какие-то изменения в жизни. Вот те, кто родился в последние три дня марта, июня, октября и декабря, вот эти люди проживут именно психологически. Психологические изменения большие. У вас не очень простой гороскоп сам по себе от рождения. И я думаю, что вот это ваше ожидание конца света, это ожидание не очень простой своей судьбы и жизни. Мне кажется, ей надо ребенка родить. Вот ты прав. Да. От меня. Вот я, например, бы исключила из своих друзей вот такую паникершу, как вы. Потому что очень тяжело находиться с человеком, который не мотивированно, все время вот в такой тоске и все время чего-то ждет плохого. Вот заметили, как все тянутся к успешным, веселым, легким, бесшабашным, как все хотят дружить, но я ненавижу это слово позитивное, но как все хотят вот с людьми психически здоровыми, нормальными общаться. Может быть, вам стоит что-то в себе изменить? В таком настроении я рядом с вами вижу абсолютно вот такого депрессивного молодого человека, может быть, творческой профессии, художник, может быть, даже лузера, который пытается, у него не получается. Абсолютно неудачник, потому что только неудачники могут тянуться. А может, она и возьмет, если что-то такие. Конечно, потому что тогда ты получаешь оправдание на свои всякие неудачи, что все плохо, давайте вместе сидеть и пить водку. Что есть, то и притягиваю. Какая я есть, такого мужчину себе притягиваю. Я хочу с вами не согласиться, на самом деле, потому что все эти мои переживания я в основном не делюсь ни с кем. То есть всем, ну, как бы я за других не буду говорить. А на лицо свое давно смотрели в зеркале? Нет, недавно. Такая тоска, такая обреченность какая. Боже мой, в 21 год. Все, Оксаночка, давайте так, повторяйте за мной. Лети-лети, ни в кого не попади. Хорошо, лети-лети, ни в кого не попади. Давайте радоваться. В конце концов, приближается шампанское, тортики, оливье, петарды. Все прекрасно. 21 год. О, боже-боже, сколько у вас впереди. Последние петарды. Сколько вы можете... И это говорит женщина, которая пришла в белом платье. А у них у мусульман белый цвет траура. Девчонки, вы с женихами, нет? Нет. Я даже не сомневалась ни одной секунды. Представляете, приходит парень, такой классный, которому хочется все и сейчас. И мало того, у него это получается, он это любит и умеет. И сидит такая Клара Цеткин и две еще. Рухенвальские крепыши, да. Ужас, девчонки, с вами лучше траву есть. Это уж невозможно. Давайте как-то сейчас возьмем себя в руки. Либо мы уже ищем того, от кого рожаем ребенка в ближайшее время. Да, здоровенького, красивенького. Либо, ребята, уже просто не белые. До свидания. Программа закончена. То есть, видишь, я уже как бы отговариваю этот выбор. Нужно переубедить. Я вот сегодня, знаете, кого рекомендую? Вообще, забыть про деньги, про внешность, про ваши всякие придирки там девичьи и так далее. Улучшаем генофон. Вдруг действительно вы и он останется. Поэтому надо это, чтобы не муж был, а отец. Я тоже с тобой согласна. Ничто так не просветляет пункт, как качественная, хорошая, правильная любовь. Поэтому без за любовью. Да нормально, она молодая, она красивая. Все впереди. Но хотя бы секс уже прекрасно. Но это не главное в жизни, Дима. А, Васька, на что стоит обратить внимание и давайте знакомиться уже? Мне, конечно, страшно вам кого-то сегодня рекомендовать не из-за конца света, а потому что я понимаю, в вашем гороскопе будет значимое знакомство в 2013 году с возможным рождением ребенка по итогам. Но скажу вместе с тем, что будет сложно удержать этого мужчину. Поэтому, во-первых, подумайте, рожать ли, чтобы потом не остаться мама и ребенка и объяснять, что папа это безымянный летчик, да, какой-то, или как Лариса говорит. Поэтому подумайте, идите ли на эти отношения. Будьте, пожалуйста, небыстры в выборе мужчины. Присматривайтесь и будьте внимательны. И запомните, что вам в жизни все будет даваться только с удесетеренным усилием. Приготовьтесь бороться за себя. Я приготовила вам небольшой подарок, чтобы в 2012 году вам было, ну, чуть легче это делать. Это гороскоп удачи. И он вам поможет преодолевать свой собственный гороскоп. Это фактически, ну, ваша счастливая звезда. Можно сказать так. Дорогой подарок. Оксаночка, напоследок вам вопрос. Вот вам какой бы мужчина был сегодня ближе? Тот, который совпадет с вашими мыслями и будет так же рассуждать и так же бояться? Либо наоборот, выбьет всю вашу дурь из головы? Я думаю, тот, который мог бы меня переубедить, чтобы мне с ним было и весело, и хорошо. Ну вот, если сегодня никого не выберете, то я вам советую хотя бы пойти к тому, кто вас возьмет за руку и на какое-то время отвлечет от этих черных мыслей. После рекламы мы узнаем, что ждет нас в 2012 году. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Оксана. Идите знакомьтесь с первым кандидатом. Оксана, привет. Меня зовут Стас. Привет. Мне очень приятно, что я познакомился, потому что ты разделяешь мою точку зрения, и для меня это очень важно. Мне тоже приятно. Спасибо. Он бы еще в кальсонах у нас как бы вышел. Здравствуйте, Стас. С кем вы пришли? Я пришел с моим другом Станиславом и моим учителем и наставником Александром. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Стас, 23 года. Специалист по развитию бренда. Был барменом, 8 лет профессионально занимается сноубордингом. Прочитал множество пророческой литературы и уверовал в апокалипсис. С обеими возлюбленными Стас расставался, когда остывали чувства. Надеется, что с Оксаной они смогут придумать себе увлекательную программу на остаток дней. Ну и что скажешь? Расходящая Венера всегда будет нравиться женщинам и при этом похож очень на того самого безымянного летчика, о котором будут многие женщины рассказывать своим детям. Да стопудово. Видишь, наш человек. Абсолютно уверена, что когда женится, жена будет интересовать его меньше, чем все остальные представительницы прекрасного пола. Или по крайней мере, жена с ребенком, но где-то на самом краешке его сознания, я бы сказала так. Хочет ли сейчас жениться? Не уверена. Я же лучше. Ты у меня самый лучший. Ты самый лучший, конечно. Что вас связывает с Александром, мужчиной, который уже в годах? Вы говорите, учитель и наставник. Вот в чем? Ну, это касается темы, которую мы сегодня хотели затронуть. Затройте. Пару лет назад я серьезно заинтересовался этой идеей, то что, да, возможно, это может произойти. Поискал в интернете и наткнулся совершенно случайно на научную статью Александра. И мои взгляды немного изменились, потому что я считал, что все-таки упадет какой-то метеорит. А может быть, сам Александр скажет? Да. Я сам и скажу, потому что невеста очень умная. То есть, потому что ждет этого 2000 года? Да, она чувствует, душа ее чувствует, что это может произойти. Вы физик по образованию? Я физик, любитель. Физик-любитель. Ну, я тоже батарейки знаю, как в пульт вставлять. Скажите, у вас есть семья, дети? Да, у меня есть семья, есть дочери, есть внуки. И они тоже знают, да, что 2012 год это всем будет? Все знают. И вы прям знаете точную дату? Я даже знаю место, где начнется. Где? Это центр острова Суматра. Смотрите карту индукции магнитного поля Земли, там все написано. А вам не страшно самому жить? Мне страшно, если я не смогу рассказать это людям. А скажите, а эти знания каким-то образом могут повлиять на то, что человечество имеет шанс спастись, например? Надо подготовить метро, подготовить советские укрытия, которые приготовлены были на случай ядерной войны. Надо ветку сделать до Сибири метро. Метро? До Сибири, да. Он же говорит, метро подготовить надо. Какой смысл тогда выживать? Выходить из метро, когда будет везде марево, зараженная вода, воздух. Какой смысл прятаться для того, чтобы выжить? Вы хотите сказать, что весна не наступит, что ли? Весна-то на Земле наступит. И что? Запасите пшеницу, там что-то еще, зерно спрячьте вместе с собой в метро. И посеете его. Вы знаете, сколько период полураспада урана, так, на секундочку? 60 лет. Лучше послушаем физиков, которые получили Нобелевскую премию. Вот именно. Станислав, перед лицом смерти, перед кем бы вы хотели попросить прощения? Ну, я немного оспорю, да, ваше замечание. Я не уверен, что я умру в 2012 году, потому что, да, вполне возможно, что апокалипсис наступит, но он будет не в том виде, как вы сейчас его обрисовываете, потому что все погибнут. Это я вообще не рисую. Нет, то есть вы себе уже вырыли подвал и на 5 лет пшеницу запасли, правильно? Ну, не совсем так. А у вас родители крестили? Да, конечно. А вы понимаете, что нужно от Александра бежать, просто руки в ноги, и бежать в церковь к батюшке, например. И он вам расскажет, как спастись на самом деле. Что нужно ни пшеницу, ни воду запасать в метро, а нужно, не знаю, заниматься чем-то совсем другим. Ларис, ну церковь же тоже не панацея. Ну что ж, мы все в церковь побежим. Нет, вы не побежите. Вам зачем, Роза? Вам нужно в мечеть. А мне Роза очень нравится. Такая хорошенькая. Погибнет не вся планета. Будут некоторые места, в которых люди там сохранятся, и природа практически не изменится. То есть вы успеете... На Урале, вы сказали, да, например? Да, все верно, конечно. В районе Екатеринбурга, Шелябинска. Но ехали бы сейчас на Урал. Лыжи стоят у печки, как дернят на лыжи. Вам нужна вот такая депрессивная Оксана? Чем вы сможете ей помочь? Я думаю, что я смогу переведить ее. В чем? Вот представьте, вы ее с дядей Сашей с таким познакомите, вот он будет сидеть в бровке домиком. Вот такой смурняк. А, кстати, скажите, пожалуйста, а Москва-то останется? Если мы успеем подготовиться... А Казань? И Казань, все спасутся. Ну, ясно. Вы хотите жениться? Конечно. Возьмите на себя такую ответственность, родить ребенка в ближайшее время? Да, конечно. Ну, послушайте, вдвоем взялись за руки и убежали куда-то. А когда ребенок? Ну, вы сейчас говорите о ближайшем времени, опять же, объясняя это тем, что в 2012 году, 21 декабря, это все разрушится и больше не будет никакого общества. Я уверен, что если мы продолжим нашу возможную совместную жизнь в том месте, о котором я говорил, на Урале, у нас все там сложится в поле... А хорошо, как, вот если, допустим, Оксана девственница, представляешь, как уболтать с ума сошедшую девственницу, которая боится с 2012 года? Знаете, я не думаю, что... Ее легче же склонить ко всяким... Не думаю, что мы прямо сейчас начнем процесс делания детей там, да? Нет, не начнете? А зря. Прямо сейчас? Прямо здесь? Нет, я не... Я всегда готов. Давайте на ваш сюрприз посмотрим. Давайте. А, Прямо, я хотела спросить, Оксанушка, а вот вы готовы с таким человеком прожить свои последние дни на этой планете? Сейчас ничего точного не могу сказать, на самом деле, но то, что он мне предложил укрыться где-то там... Если так долго думать будем, вообще в девках останемся. Она кажется такая слабая, а сама хочет быть. Сюрприз у меня довольно необычный. Это вот такая красная лента. Позволь твою руку, я объясню, зачем это нужно. Какую? Вот это. Для меня это символ какой-то уверенности в себе, надежды на том, что в конечном итоге, там, что бы ни произошло, там, выйдут ли океаны из берегов, случится ли землетрясение, все в нашей жизни будет хорошо. И не стоит никогда отчаиваться и расстраиваться. Также у меня есть вторая ленточка, которую ты должна повязать мне на руки. Хорошо. А вторая лента не знала для того, чтобы ты всегда знала, там, в будущем, посыпаясь, смотря на эту ленточку, что ездит такой же человек, который разделяет с тобой твою точку зрения. Да, что есть я. И есть еще один нюанс. Если вдруг мы сейчас моделируем ситуацию и представим, что конец света, апокалипсис произойдет немножко раньше, там, на пару часов от того времени, которое мы с тобой загадываем, мы стоим с тобой на огромной площади, где очень много людей. Они бегут в разные стороны, паника. И если ты просто высоко поднимешь руку вверх, я увижу тебя из толпы и спасу. Хорошо. Спасибо. Проходите в свою комнату. Ну что, Стаси, вы нормально все? Сачинский. Что, девочки, скажете, как вам жених? Достаточно интересный человек. Он, мне кажется, надежный. И действительно, если наступит конец света, он ей поможет. Какой на***ть конец света у нас? Олимпиада в Сочи в 2014. Какие вы дуры все. А вы что скажете? Я ничего не скажу о нем точно, вот прямо с первого взгляда. Но подарок был действительно очень милый, который я вижу, как Оксану зацепил. Но я не скажу, что это человек, который там на очень долгий период времени может какие-то... А вам как? Ну, насчет подарка. Мне, на самом деле, очень понравилось, потому что я не ценю материальные подарки. Но вот подарок сделан со всей душой, который еще аргументирован. С какой душой? Две копейки стоит вот эта ленточка, которую она сделала. Да нет, абсолютно 23-летний раздолбай, у которого не сходят концы с концами. Провокация. Я сейчас готов выйти на сцену и начнете спорить просто. А, кстати, вот по поводу Леночки, вы знаете, мне в такой ситуации кажется, что противогаз был бы уместнее в качестве подарка. Абсолютно. Противогаз был в планах, да, но все эти ленточки были интересны. Мне как раз не кажется, что Александр смешон, или он нелеп, или он сумасшедший. Мне кажется, что мир спасут люди, которые пытаются думать о других. Александр не произвел впечатление человека, который пытается нажиться на своей теории. Мне как раз кажется, что Станислав как-то так увидел в этом нечто забавное и отнесся к этому несерьезно. Может быть, сам Александр гораздо более серьезен в этом, чем Станислав. Поэтому просто парень. Не забалкает быть. На говор и на нашего жениха, однако. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Новое предсказание на 2012 год. Через несколько минут оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Оксана. Идите, знакомьтесь со вторым молодым человеком. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Оксана. Меня зовут Алексей. Я пришел не схвататься к тебе, но сказать о том, что конца света не будет. Поэтому ты можешь выдохнуть. Спасибо. Все будет так. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ И схватся. Просто доказать свою точку зрения. Здравствуйте, Алексей. Кто пришел вас поддержать? Здравствуйте. Пришли мои друзья и соратники Михаил и Ольга. Очень приятно. Давай с нас посмотрим. Алексей, 28 лет. Экстрасенс по образованию юрист. Работает в собственном центре по развитию личности. Гордится тем, что родился в России. Считает, что конец света лично ему не грозит. Через три года отношений с возлюбленной Алексей вспомнил, что любил ее в прошлой жизни и не выполнил данного ей обещания. Как только исправил свою ошибку, они расстались. Уверен, что сможет вселить надежду в Оксану. Ну, как тебе наш Алексей? Все мне в нашем Алексее нравится. Мне тоже нравится все в нашем Алексее. Следующий год 2012 для вас не будет очень простым. Он будет, даже в некотором смысле слова, травматическим. Будьте осторожны, занимайся спортом в том числе. Квадрат Плутона к Марсу грядет у вас. А с точки зрения серьезности отношений с женщинами, тут будет в жизни много борьбы. Вы, с одной стороны, хотите, чтобы женщина структурировала вашу реальность, чтобы она создавала в жизни какой-то порядок, а потом сами с этим будете неизбежно бороться, потому что очень свободолюбивы. Сложно найти постоянную подругу. Как тебе, Роза, жених? Ой, Лариса, сложный жених. Я тут смотрела программу про него. Все знает, аж в голове копается. Вот мне кажется, при том, что такое симпатичное прямо вот, жених, но много знает, это большой минус. То, что экстрасенсорика – это полный бред, как бы, ну, вот это мое мнение, там, какие-то там способности видеть через стену. А вот скажите, почему вы уверены в том, что даже если конец света случится, вас это не коснется? Во-первых, я абсолютно уверен, что он не случится. Слава тебе, Господи. Здесь надо сразу исключить эту абсолютно идиотскую идею. Все ближе к 2012 году, за ближайший год, она будет муссироваться все больше и больше. Впечатлительность Оксаны может только вот, она может сама себе накручивать и накручивать. Алексей, вы смотрите, мысль материальна. А если вот огромное количество людей, прям сотни тысяч, начнут нагнетать к 2012, может быть, что-то и случится на самом деле? Что-нибудь. Что-нибудь, может, такое локальное, но не глобальное. Поэтому надо понять, во-первых, основную идею, почему так эта тема популярна. И эта тема популярна из-за элементарного страха смерти. И когда человек думает о том, что там в 2012, плевать в каком году, что-то произойдет, это его успокаивает в реальности, потому что одному-то умирать обидно, а вот если со мной еще добрая половина человечества, то не так обидно. Что касается того же самого календаря Майя. Здесь, Оксана, не будет жертвой интернета и телевидения. Эта тема популярна, на ней делают деньги. Это очень рейтинговые вещи, и поэтому не верь всему, что говорят. А вот с обычной девушкой, вы могли бы, допустим, стать счастливым мужчиной, есть пироги по воскресенью, ходить к родителям, воспитывать детей, делать этих детей? Или вас эта сторона жизни совершенно не интересует никак? Меня интересуют женщины, но меня не интересуют стереотипы, связанные с отношением между мужчиной и женщиной. Я абсолютно не понимаю, зачем нужно печать в паспорте, чтобы быть счастливым. Ой, так 90% мужчин тоже не понимают. Говорят, зачем? Нам же и так с собой хорошо! Поэтому зачем этот штаб? Так есть? Ну, конечно. Ой, оригинал. Нет, я не пытаюсь быть оригинальным. Скажите, ну, ответственность нужно на себя брать, чтобы у детей была фамилия, папа, или вы детей не хотите? Не хочу. Да я думаю, ему на самом деле не нужна эта Оксана, у него этих Оксан там... Да, этих Оксан там... Один из двух. Посмотрите, Алексей хорош с собой, и наверняка приходит много одиноких девчонок, которые там прямо вот руки, наверное, мессии прямо вот тянут к ним. Нет, ну, такие тоже приходят. Как устоят? Я думаю, большинство таких? Ну, не большинство. Нет, ни в коем случае. Такие приходят, и такие сразу же уходят. А если вы еще и умнее, а если вы еще на пару их мучащих вопросов ответите, то, конечно, прямо в ноги должны идти с вами на край света, за вами. И в том случае, если они начинают это делать, я посылаю их куда подальше. Почему? Зачем мне это? Зачем мне люди, которые готовы мне поклоняться? Вот, хорошо. Мне нужны люди, которые хотят развиваться, которые хотят себя... Вот рядом с вами идеальная женщина-то какая? Кто вас может осчастливить? Все-таки программа называется «Давай поженимся». Только я сам. А женщина тогда вам только для того, чтобы нужду справить? Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. А кто? Поймите, дело в том, что вас осчастливить так же сможете только вы сами. И мужчина, даже если их будет много или один, и самый-самый идеальный, не сможет этого сделать. Вся наша проблема в том, что мы хотим, ответственность за свое счастье, свалить на кого-то. Вот я хочу. Вот если рядом у меня кто-то будет. Я хочу, когда рядом со мной Игоречек толстенький, мягенький, горяченький, я к нему прям залезаю и говорю, не будет войны, он говорит, не будет. Я говорю, купишь завтра сережки? Он говорит, куплю, и я засыпаю в боках. Хорошо. Хорошо, жениться хотите? Нет. Одно понятно, что он нам не противник. А что он сказал? Не хочу. Невеста будет наша. Конечно. Скажите, а вам кто-нибудь сносил мозг вообще? Вот вы влюблялись так, чтобы просто... Много раз. И знаю, что будет еще много раз. И вы в это время как себя чувствуете? Прекрасно чувствуете. Ваша жизнь становится ярче? Бесспорно. Нет, потому что для кого-то любовь это смерть и убийство. Вот для меня, например, мне лучше не любить, потому что все, я... В таком случае ваша жизнь бессмысленна. Мне нравится покой. Мне нравится, когда все спокойно, тепленько, мягенько и есть деньги. Мне тоже, поэтому невозможно любить постоянно, испытывать это чувство. Истинная любовь, то, что вначале происходит с людьми, когда у них взрывается мозг, это здорово, но человек не может выдерживать это постоянно. Это стресс. Вот вы пришли для того, чтобы сказать Оксане, что конца света не будет. И здесь надо сказать себе вот что. Еще год до этой предполагаемой даты. Но никто в жизни тебе не скажет, никакой ученый, никакой экстрасенс, никто тебе точно не скажет дату твоей смерти. И, быть может, она сегодня. И поэтому... Пугайся, пугайся, мне это и надо. Нет, супер, хорошо. Пусть... Тебе надо просто понять одну вещь. Пусть это произойдет тогда, когда оно должно произойти. Если человек стремится жить, хочет жить. Смерть всегда дает шанс жизни. Дата смерти любого человека, сидящего здесь, везде, она предопределена. Где бы ты ни была, тот день, который... Хоть тебя будет целая армия охранять, у тебя может просто остановиться сердце. Поэтому выкинь эту идею, в принципе, из головы. Ну и, в принципе, я помогу тебе это сделать. Правда? А это не связано с сюрпризом? Связано. Давайте смотреть быстрее, прям на любопытную. Проходите. Вы пройдете? Пойдем сюда. Присаживайся. Оксана, ты когда-нибудь медитировала? Нет. Хочешь научиться? Хочу попробовать. Тебе надо расслабиться. Дай мир. И закрой глаза. Почувствуй свое дыхание. Просто прислушайся к своему дыханию. Представь, что здесь никого нет. Ты одна. И что даже нет меня. Почувствуй себя здесь и сейчас. Теперь представь, что у тебя просто нет завтра. Когда наступает следующий календарный день, это опять сегодня. У тебя этих календарных дней будет столько, сколько нужно. Но это только сегодня. И цель-то какая? Избавиться от страха или чувака найти? Говорит о том, что чувака найти. Будь просто здесь и сейчас. Мир прекрасен сам по себе. Без всех этих концепций и идей. Без всего, что ты считаешь важным или неважным. Мир прекрасен. И в следующий раз, когда у тебя возникнет страх, просто вспомни об этом состоянии. Пацан закончится, спросит, ну как ты пометировала? Я ничего не почувствовала. Открывай глаза. Как себя чувствуешь? Очень хорошо. Очень классно. Да, вообще расслабилась. Вот и все. Сейчас будет трассно. Спасибо большое, как это было здорово. Спасибо. Надеюсь, вам это помогло. Леш, вы проходите в свою компанию. И вам удачи в новом году. Успокоил. Ты же молодец. Что вы скажете? Наверное, может, такого именно человека и надо, Оксане, которая выведет ее из этого состояния. А как вам теория, Алексея? Я с ним полностью согласна. Алексей продел сейчас большую работу, да, и эту работу нужно просто почувствовать. Должно пройти какое-то время, чтобы сейчас она поняла, что все спокойно. Вам стало легче после такого сеанса? На самом деле, да, потому что действительно у меня получилось расслабиться и наладить свое дыхание. И в зависимости от того, что здесь очень много людей, я действительно никого вообще не слышала, даже не видела. И вот всем своим нутром ощущала именно только себя, то, что у меня внутри. Мне очень понравилось. Девочки, а вы вообще-то слышали, что он сказал, что детей не хочет? Это не хочет. А он, в принципе, вначале же сказал, что он не кандидат, что Оксана, расслабься. Но мы на него и не рассчитываем. Не, ну то, что копается в голове, это хорошо, мне это понравилось. Молодой, порхает, встретится с женщиной, которая уведет его в свою даль светлую. Влюбится, захочет детей, это же все не приходит в одночасье. То есть он просто очень молодой, у него есть время для того, чтобы экспериментировать, чтобы искать себя, чтобы заниматься собой. Мне понравился, Алексей. Мне он тоже понравился, показался интеллектуальным, спокойным, правильным, не вызвал никакого отторжения своим родом занятий, я бы сказала так. Мне не близка мысль, что человек может погибнуть в любую секунду. Нет, это может произойти совсем не в любой момент времени. И можно, например, астрологически или другими методами видеть те точки, где человек может уйти. Но человек должен бороться за жизнь, жить с установкой, что ты можешь умереть и завтра, и поэтому ничего не надо бояться, глупо. Вот мне кажется, что он живет без страха, и в этом, наверное, его минус. У него удивительная структура сознания, он мог бы освоить астрологию. Что я ему и советую, но жениться пока рано, конечно. Через несколько минут мы узнаем, вразительный нам конец света в ближайшее время. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», я предлагаю Оксане встретиться с третьим кандидатом. Проходите. Оксаночка, я тебе уверяю, конца света не будет, и не заморачивайся ты этой глупостью. Я хочу подарить тебе эти цветы, я думаю, мы с тобой будем счастливы, я скрашу твою жизнь. Спасибо. Можно поцеловаться? Спасибо, очень мило. Проходите. Ледняга волнуется сильно с непривычки. А также у меня есть прекрасные букеты для наших замечательных дам. Спасибо. Спасибо, блядь. И нашей обаятельной Ларисочке. Ой, розочке, извините. Ну какая разница. Правда, Ларисочка? Конечно, розочка. Дмитрий, с кем вы? Это Чулпон, моя мама. И Тимур, мой лучший друг. Давайте на вас посмотрим и узнаем вас лучше. Дмитрий, 25 лет. Менеджер в Институте традиционной восточной медицины. Участвует в городских марафонах. Гордится своими фотографиями в нижнем белье, напечатанными в гламурном журнале. Мечтает посвятить себя любимой женщине. Возлюбленная Дмитрия была старше него и не скрывала, что встречается с ним ради любовных утех. Надеется увидеть Оксану в том, что конца света не будет. Ну, я хочу уточнить. Чулпон названная мама. Названная мама, да. Но об этом позднее. А пока вот я к Василисе. Василиса, что скажешь о нашем женихе? В гороскопе вашем правят две планеты. Плутон и Сатурн. А значит, вы достаточно упорный человек, одновременно чувственный. В ближайшее время переживете яркий роман обязательно. Поэтому точно надо рассматривать как жениха. Во как. Что скажешь? А мне жених тоже нравится. Молодой, правда. Ну, невысокого роста, ничего страшного. Зато мы в рекламе нижнем белье снимались. Что тебя интересует? Конечно. А нам тут человечество спасать надо. А нам все про космическое какое-то говорит. Вы Оксану попытались успокоить, сказали, что не будет никакого конца света. И откуда такая уверенность? Не, мне это приятно. Каждый верит в то, что он хочет верить. И я считаю, как бы, давайте оставим эту им возможность. Но конкретно Оксане, ее просто надо спасти от одиночества. Вот человек живет здесь и сейчас, на самом деле, да? Ну, в принципе, да. То есть вот локальная задача, как бы, решаем, все правильно, все гармонично. В принципе, он правильно делает, потому что он смотрит конкретно перед своими ногами. Скажите, а вас спасла чулпон в какое-то время? Да, да. Расскажите, почему вдруг названная мама? А своя родная мама есть? Нет, к сожалению, умерла, когда мне было 7 лет. Ой, мой дорогой. Вот. А кто воспитывал? Я, улица и я сам, да. А отец? Отец нашел себе более молодую, как бы, женщину. Ну, хорошо, а где-то достояло? Ну, да, конечно, был. Детские, думали, с отцом продолжали жить? С отцом, да, конечно. С отцом? Ну, там мачеха, наверное. Стерва. Да. А сейчас общаетесь? Очень трудно, как бы, я все-таки уважаю, как бы, отца и люблю его, но вот, к сожалению, он не идет особо на контакт. А в каком возрасте познакомились с чулпон и при каких обстоятельствах? Я вот приехал в Москву по приглашению работать в Института лицинно-восточной медицины. В качестве кого? В качестве вначале водителя. А вы кем работали в этом центре? Я чуть больше три года там назад с Алматы приехала в Москву, один генерал болел, и друзья его, родственники, друзья, купили бьет спасать. А вы вообще кто? Ну, селительница, шаманка. Экстрасенсы, шаманы. А физика-то где? Сплошные аферисты. Да. Вот смотрите, мы сегодня говорим о конце света, о том, что многие сегодня молодые люди в основном, конечно, в большой панике, не хотят учиться, не хотят ничего делать. Вы-то как относитесь вот к этому? Я, раз, Всевышний Бог создал людей, он сделает так, чтобы люди жили, продолжение рода было всегда. Самое главное – это продолжение рода. Так что конец света? Конца света не будет. Это вы чувствуете как? Инстинкт. Хорошо, а можете увидеть, та девушка или нет рядом с ним? Вот была ведь какая-то, которая пользовала его молодое тело? Да, мы говорили. А он не хотел слушать? Он же ребенок. Не ребенок. Вот и Роска тоже хочет найти такого с крепенькой фактурой. А вы, кстати, умеете это, да, у камня, вот на камнях, да? Это вот челпон. А можно, слушайте, а то тут прям нагадали, что замуж выйду только когда бывший муж, собственно говоря, того, того самого. А можно как-то вот без этого? Ваше имя? Меня Роза зовут. Роза, я вам скажу. Вот у нас вот 41 камней. То, что выходит, то должны мы говорить. Можно еще фасоль взять, если камня нет. Да уже делайте, говорите на вопрос, да. Вот вам что вышло, 3-3-3. Вам скоро будет замужество. Ваш муж, там, не умрет он, но не будете. Вам замужество. Все. И все будет так, как вы хотите. Бог любит троицы. Вы как птица Феникс. Умлете, всем назло, всем назло. Вы живете, еще замуж выйдете. Ага. Очень хорошо, мне нравится. А невеста наша. Оксана. Да, можно тоже. Когда я буду женой. Дмитрия. Дмитрий, молодец, мне нравится упорный мужчина. Слушай, ну она ведется на все вот эти темы, видишь, да? Да, да, она молодая, конечно. Нельзя так делать, не ведись ты, чего. У вас два брака будет, двое детей будет. И вы уедете очень далеко. Ой, молодец какая. Здесь вы жить не будете. Не в России, да? Да. Челпон, спасибо большое, но я не могу не воспользоваться своим положением служебным. Один раз за три с половиной года. А на меня разбросите, пожалуйста. Лариса меня зовут. Лариса. Вам приходит еще новая какая-то работа или интерес. Вы будете очень заняты. Много работ будет вам долголетие, но вам где-то, может быть, знаете, вот год, может быть, чуть больше. Очень крепкий, очень крепкий, мама как стоящий мужчина, очень состоящийся. Вам в любви будет объясняется. Нет. 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 Все сказали или еще нет? Нет. Нет. Это он вам принес. Нет. 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 Если он не принес, значит, они уже мои. Нет. Это ваши. Нет. Договаривайте. Вам поздний, но удачный брак. Смылайтесь. Как в воду смотрят. Поздний, удачный брак. Конечно. Слушайте, ну вы прям, пожалуйста, можете, я вас очень прошу. Нет. Это мой сыр. Нет. Он вам. Нет. 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 Нет, это я вам не верю. Нет. Нет. Это верю. Так вот все-таки возвращаемся. Посмотрите, сколько от вас приятного всего мы услышали, что конца света не будет, слава Богу. А что делать вот таким неокрепшим умам, вот как Максана, например? Ну, ребенок в панике? Я бы сказала, что она, вот это ее страх, она внешняя, внутри она стержень сильная, я бы сказала, что она еще стервой будет. Еще какая-то. Ой, какая молодец. Вы будете первой. Куда денешься, конечно. Ты все дадешь у своего. Скажите, она может сделать вашего сыночка счастливым или наоборот? Вот она немножко капризная. Я думаю, это нормально. Да, но Диме нравится такое. Да, Диме правда нравится женщина, чтобы пострадать. Я думаю, знаете, вот бриллиант она же дороже, потому что шлифован. Иначе будет интересно статично все. А алмаз, она еще не шлифован, она дешевлее. Но Дима очень ответственный и он мужественный. А есть сюрприз, который вы приготовили для сына? Покажите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Этот сюрприз символизирует воздушность, перерождение. В общем, живи. Конца света не будет. Я думаю, я докажу тебе это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты! Замечательно. Ух ты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А если она на тебя еще сядет, я думаю, это точно будет знак. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чуть-чуть я залажал-то немножко. Ну, как вам, Дмитрий? Очень понравился. Он не мальчишка, он достаточно уже взрослый человек, хоть на вид он... Вот про таких говорят всегда маленький да удаленький. Да. И он вселяет такой уверенность в себе. В нем, по-моему, нет ни капельки зла, ни какой-то червоточинки. Он абсолютно чистый. А глаза видели какие? Да. Голубые. Добрый, чистый. Да. Хороший человек. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мне такие парни, мужчины, вообще не попадались на самом деле. У меня в основном было окружение таких мачо, скажем так, ну, внешне, да, я очень рада, что... С которыми было страшно. А тут вот такой вот Димка, маленький вроде, да, молодой, а как с ним приятно. Я думаю, она все-таки меня выберет. Я ей понравился. По глазам видно. Приятный и самое приятное, наверное, не только то, что он такой весь из себя положительный, действительно замечательный. А то, что работает. Приятно еще и то, что он способен по-настоящему влюбиться в ближайшее время. То есть вы, выбирая его, можете рассчитывать на душевную отдачу с его стороны. Я буду очень счастлив, если она не будет в меня. Ты же творческий натур, ты всегда оптимист ищешь. Ну, вот мы слышали три мнения по поводу конца света. Какая теория вам наиболее близка? И, может быть, среди этих теоретиков есть достойные ваши подруги? Есть. Мне кажется, что это Дима. Он, в принципе, он не выдвигал каких-то своих теорий. Он ее не убеждал. Он просто каким-то своим доверием, он убедил ее, мне кажется, в том, что не будет конца света. Что жизнь продолжается, что нужно думать о живом, правда? Да, и что с ним эта жизнь будет, мне кажется, просто замечательной у них вдвоем. А вам, Мария? Мне кажется, что Дима как раз-таки тот человек, который заставил ее улыбнуться. Вы не знаете, мне в равной степени понравились и Алексей, и Дмитрий. Но сегодня вы Алексея не осчастливите. У него нет задачи жениться, продолжать сжать рот и так далее. Но то, что вы выглядели вполне счастливой, находясь рядом с ним, поэтому, может быть, вы как-то обменяетесь с телефоном и просто будете с ним общаться, если Дима не будет против, потому что Дима уже сегодня готов бежать с вами в ЗАГС, и мне кажется, это будет здорово. Ну что, Дима, как ты оцениваешь свои шансы? Я думаю, я убедил ее, что конца света не будет, и она выберет меня. Уверен. Уверен. Хотите сделать себя счастливой? Начните с себя и делайте собственными руками. Кажется, мне, Дима сможет вам не просто внушить уверенность в завтрашнем дне, а подставить свое плечо, с ним даже и конец света встречать. Будет не страшно. В общем, да. Очень важно, конечно, в семье иметь кого-то, маму, папу, брата, а ну мужа, если это вам просто повезло, человек, который сможет вас поддержать и успокоить. Потому что мы, женщины-паникерши, и нам нужно обязательно сильным духом иметь рядом с собой партнера. Это то, что касается Димы. А есть люди, которые любят паникерши. Дима относится к числу таких мужчин. Ему нужно, чтобы женщина была эмоциональной, может быть, чуточку тревожной, чтобы она бы жила чувствами, эмоциями, и он сам такой же эмоциональный. Поэтому однозначно, Дмитрий, мы вас поддержим, кому бы вы ни пошли. Поэтому проходите, мы с вами. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону четыре четверки. Юлия, 30 лет, номер 1806. Юрист, живет в Испании, ищет обеспеченного мужчину, который будет ее баловать. Даниил, 22 года, номер 1789. Клубный диджей, владелец школы диджеев, ищет гламурную тусовщицу с высоким уровнем интеллекта. Мы не знаем, выйдет Оксана одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить и быстрее давайте ее поддержим. Оксана! Дима, привет еще раз. Я хотела тебе сказать большое спасибо за то, что ты помог мне справиться со своей боязнью конца света. Мне очень понравилось. Но ты теперь веришь, что его не будет? Да, я теперь верю и вообще готова за тобой сойти. Обоньки, как вас завязали-то вставать рядышком друг к дружке. Направить вас или ничего? Вот как вот, ребята, и живите, рука об руке. Иначе не выжить. Оксана уверовала, что конца света не будет, и выбрала Дмитрия. Если вы желаете найти свою судьбу, заполнять конфеты на сайте с первого канала, я Ларису Гузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, ребята. А в ласках, а в любви он был так же скоп. Скажите честно, или вы девственницы? Ну... Не хочу страдать, хочу, чтобы я была в мехах, в шелках и в любви. Богатый человек не тот, который тратит налево и направо. Понятно, он жадный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok